Здравствуйте, меня зовут Левинский Александр Владимирович. Я являюсь жителем коттеджного поселка совхоза Комбайн и сейчас выражаю интересы жителей двух улиц первого и второго Вьешовского проезда. Хочу обратиться к главе Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу и сенатору Валерию Васильевичу Радаеву. Хочу обратить ваше внимание на нашу проблему. На нашей улице уже второй год сдается дом. Сдается дом посуточно, что вызывает очень большие для нас проблемы в виде тишины. Заезды происходят каждый день. С двух, с трех часов дня люди заезжают, начинают шуметь. Это происходит каждый день уже второй год. Сотрудники полиции, которых мы вызываем, приезжают через два-три часа либо вообще не приезжают, не принимают наши вызовы и заявления. Опрашивают и все. В принципе, на этом все заканчивается. Жалоба была не одна, а со всей улицей налажалась. Может, вы очень сильно шумит? 20 минут сильно шумит. Ведете себя вызывающе, агрессивно реагируете на замечания граждан. У нас все тихо. У вас не тихо. Даже когда я приехал, я уже убедил, что у вас тихо не было. Вот соседи у нас песни поют. Я конкретно вас слышал. Хочу обратить внимание на то, что на наших двух улицах это порядка 40 домов, проживает около 100-120 человек. И практически в каждом доме живут дети. Дети разных возрастов от года до 12-14 лет. И получается, что дети тоже все это видят, слышат эти пьяные разговоры, пьяные хождения. Простите, вызовы проституток, которых сюда привозят в том числе. И мы заложники ситуации в том плане, что покупая дом, ты его покупаешь минимум на 10, на 20 лет, а может быть, и вообще без возможности переезда. А сейчас, получается, из-за той вакханалии, которая творится на нашей улице, многие начали задумываться о смене дома. Но факт заключается в том, что многие дома покупались в ипотеку. Лично мой дом куплен в ипотеку с использованием материнского капитала. Соответственно, в ближайшие моей дочке 3 года, 15 лет, я даже не смогу его продать. А если продавать, то это очень большие нюансы. Да и кто купит дом, зная о том, что на твоей улице просто сдается. Поэтому хочу привлечь ваше внимание к нашей проблеме, к нашей большой проблеме. Так как местные органы никак не могут нам помочь. Чтобы вы как-то повлияли на это, не знаю. Чтобы прекратили эти сдачи, потому что наши нервы уже на пределе. Может произойти все, что угодно. Меня зовут Григорьева Татьяна Александровна. Я проживаю в соседнем доме, который сдается посуточно. У меня маленький ребенок. Мы живем через забор. Очень плотная застройка. У нас тупик. Проезда нету. Улица тупиковая. Заборы низкие. Наши дети вынуждены все через забор наблюдать за это безобразие. Как люди ругаются матом, распивают алкоголь, курят кальян. Весь дым через забор переносится к нам. И наши дети вынуждены это нюхать. Делая замечания, я нарываюсь на скандалы при ребенке при своем. Забор низкий, замков нет. Человек, на которого я делаю замечания, может ворваться и что угодно со мной сделать. Снимают дом более 30 человек. Превращается уже просто. Дом используется не по назначению. Этот дом превращается в базу отдыха. Закуплены шезлонги на 30 человек. Ночные салюты. Да, пока на них не сделаешь им замечания, они не успокоятся. И слушают они музыку и в 11 часов ночи. У меня есть видео. И в 4 утра могут врубить, и выйти, и что угодно нахамить. А ты в моем славе, я за головой умею. Да, ему 4 часа нужно. Меня зовут Мустафаев Ренат Насрадинович. Хочу обратить ваше внимание на то, что вот этот дом, который сдает данную особу, без разбора кому сдавать. Я вот здесь недавно несовершеннолетних просил убавить музыку. Они огрызаются, рассказывают, что мы сняли дом и будем делать то, что хотим. Пытался разговаривать с хозяйкой дома. Она говорит, что мои клиенты не нарушают никакого порядка. И то, что музыка выключается в 10 часов. Да, может быть, она выключается в 10 часов, но потом, когда люди доходят до кондиции, они просто, люди превращаются, я не знаю, если можно так сказать, в животных. Вот. И они не слышат ни себя, ни соседей, ни на какие-то замечания. Закон Сарасков до 21.00. С 9 утра, с 9 вечера. Покажите мне. Закон Сарасков. Нет, покажите, покажите мне закон. Я не знаю, почему я вас спрашиваю. Вы видите, в кинотехнике, там это 5 часов. Пускай не покажут закон. Пускай не покажут закон. Мы, когда мы снимали дом, мы спросили у Ренатина. Нас здесь, где мы с ним. Возможно, хозяйка дома. Пускай не покажут закон. Пускай не покажут закон. Виталий Андреевич, может быть, не совсем законы знают? Нет, не так, мы снимаем дом. Мы писали коллективам. Здесь было еще больше народу. Человек, наверное, 50 здесь собралось. И мы все просили данную особу прекратить. Но она нас не слышит. Я хотел бы, чтобы через вас она услышала все-таки нас. И считалась нашим мнением. Никто не против. Если она хочет работать, зарабатывать, то делайте это где-то за пределами, в выделенных каких-то территориях. Но мы здесь приехали, купили дома для того, чтобы отдыхать в спальный район. А получается, мы здесь, приезжая с работы, мы просто не отдыхаем, мы наоборот напрягаемся и ругаемся с этими постояльцами, которые приезжают. Прошу обратить на это внимание и посодействовать.